Детский подростковый алкоголизм Статистика современности пугает. Двое из троих подростков употребляют алкоголь. И лишь 4% старшеклассников никогда его не пробовали. Сегодня мы проведем социальный эксперимент. Проверим торговые точки на соблюдение законодательства. Всем привет! Меня зовут Виктория, мне 16 лет. И сегодня я пойду по торговым точкам покупать алкоголь. Мы проверили 20 магазинов в Алуште. Из 20 магазинов 13 продали алкоголь, не проверив паспорт. Мне 16 лет, и мне продали пиво. Стелла. Ну вообще алкоголизм начинается не с первой выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки. То есть увиденная рюмка в руках своих родителей. И как правило это на праздники. То есть человек перед тем, как выпустится со школы, у него твердое убеждение, что алкоголь это равно празднику. То есть он не представляет, что можно праздновать какой-то знаменательный день без алкоголя. Магазин «Мини-маркет» мне продали пиво, не спросили паспорта, все отлично. Магазин «Гастроном» продали пиво без паспорта. Магазин «Гастроном» мне продали пиво без паспорта, ничего не спрашивали, чек есть. Магазин «Гастроном» также мне продали пиво, не попросив паспорт. Магазин «Ситопиано» также мне продали пиво, но насчет чека, пока его не попросила, мне его не выдали. Магазин «Продуктовый» также не попросили паспорт, просто молча мне продали пиво. алкоголем вообще не нужен зачем нужен алкоголь скажите мне спасите любого человека зачем он пьет алкоголь первое что он скажет я так расслабляюсь а почему он умеет ослабляться только именно так ну если если потому что у него зависимость в магазине мини-маркет мне не продали потому что попросили паспорт магазин хлеб соль и там не продали попросили паспорт в магазине put мне не продали пиво попросили паспорт все прошло успешно не паспорта ничего она не просила просто продала все люди пьют по трем причинам всего три причины и все остальное это поводы и там на недоразумение всячески первая причина доступность алкоголя пока он есть везде вот нам не знаю где угодно люди его будут пить потому что вторая причина есть он вызывает зависимость и третья причина это пропаганда то есть пока везде мы видим алкоголь фильмах реклама обычного алкоголя люди будут его пить раз они его плюс у него у них возникает зависимость они продолжают его пить алкоголь употребляешь как часто каждый день в среднем уровне считаешься зависимым когда хочется выпиваешь когда не хочется не пьешь получается что хочется каждый день что вы хотите если алкоголь лежит на одних полках с игрушками то есть я видел фото и сам заходил магазины неоднократно да и вы видели как бутылка водки грубо говоря стоит жвачки пиво что там виноград не знаю дети это видят и у детей складывается впечатление что алкоголь это продукт питания хотим сделать ударение что произошедшее абсолютно не говорит о том что продажа алкоголь несовершеннолетним позитивно воспринимается стимулируется торговыми сетями и их руководством мы прекрасно понимаем что это лишь недоработка их отдельных сотрудников мы ни в коем случае не ставим цели очерниц бизнеса и объекты розничной торговли но проблема есть и с нею надо что-то делать и лучше на эту проблему обратим внимание мы чем контролирующие органы и и